Коронавирус в Израиле берет реванш после поражения весной. И уже трудно представить себе минимальные цифры суточного заражения, которые объявляли в апреле, мае и начале июня. В середине минувшей недели число зараженных более двух тысяч в сутки. К концу недели уже две с половиной тысячи. Около трехсот заболевших находились в больницах. Более тридцати в специальных отелях для выздоравливающих. Состояние 150 больных оценивалось как тяжелое. Около сорока находились в критическом состоянии. Более двадцати пациентов подключены к аппаратам ИВЛ и Эксмо. Точные цифры вторника, 27 июля. Двести тридцать восемь заболевших в больницах. Двадцать восемь выздоравливают в специальных отелях. Остальные в домашних условиях. Состояние 138 пациентов оценивается врачами как тяжелое. Тридцать четыре из них в критическом состоянии. Двадцать шесть подключены к аппаратам ИВЛ и Эксмо. Точные цифры понедельника, 26 июля. Двести одиннадцать заболевших в больницах. Двадцать восемь выздоравливают в специальных отелях. Остальные в домашних условиях. Состояние 121 пациента оценивается врачами как тяжелое. Тридцать три из них в критическом состоянии. Двадцать пять подключены к аппаратам ИВЛ и Эксмо. Точные цифры воскресенья 25 июля. Двести одиннадцать заболевший в больницах. Двадцать пять выздоравливают в специальных отелях. Остальные в домашних условиях. Состояние 101 пациента оценивается врачами как тяжелое. Двадцать пять из них в критическом состоянии. Двадцать подключены к аппаратам ИВЛ и Эксмо. Индекс заражаемости. Это репродукция вируса, показывающая, скольким людям в среднем один зараженный его передает. Составлял в середине прошлой недели 1,33. Согласно отчету Министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране в возрастной категории от 19 лет. И только 6-7% старше 70 лет. При этом более 60% тяжелобольных старше 70 лет. Среди новых зараженных 2% относятся к ультраортодоксальному сектору, 5% к арабскому и 90% к общему сектору населения. Еще 2% от всего числа новых носителей вируса – иностранцы. Чрезвычайную тревогу вызвало выявление в Израиле в течение одной недели 19 носителей штамма Дельта+. В большинстве случаев новый штамм обнаружен у израильтян, прилетевших из Грузии. Израильским медикам пока неизвестно, этот вирус более заразный, чем Дельта-штамм или нет. Министерство здравоохранения заверяет, что отслеживает его и пытается определить степень опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok